Будем настраивать свои сердца для того, чтобы нам получать от Бога благословение. И я зачитаю два места Священного Писания. Первое – это «Деяния апостолов» от 26 глава. С 19 стиха до 22. Это небольшой отрывок, который повествует о том, как Павел защищался перед царем. Мы его представили перед царем для того, чтобы он мог что-то сказать в свое оправдание защиту, потому что его представили как возмутителя спокойства, как нарушителя какого-то порядка. И вот он дает такой отчет. «Поэтому, царя Гриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому». Слава Господу! Друзья, апостол Павел, не стал распространяться, как получил помощь от Бога. Он просто засвидетельствовал о том, что есть живой Бог, который сопровождал его в его жизни, в его служении, в его хождении. И он здесь говорит такие слова. «Получив помощь от Бога, я до сего дня стою». Слава Господу! Друзья, сегодня я стою, а вы сидите. И сегодня мы также можем сказать словами апостола Павла, что «получив помощь от Бога, мы живы до сего дня». Я вам хочу признаться, я даже не надеялся быть на служении. Встал в полпятого, такое неважное состояние. Думаю, нет, наверное, мне сегодня не видать служения. И, ну, что мог, сделал, таблеточку выпил. В семь часов проснулся, как, знаете, как младенец. Слава Богу! И вы знаете, когда я открыл место Священного Писания сегодня утром, мне как раз вот открылась вот это вот, прям сразу 22 стих. «Получив помощь от Бога, я до сего дня стою». Слава нашему Господу! Друзья, что Он нас сопровождает! Мы с вами немощные люди, мы имеем какие-то физические недостатки, мы несовершенны, может быть, еще духовно, и, знаете, и можем, ну, в каких-то ситуациях не оказать той силы и способности. Но, как говорил апостол Павел, если Бог за нас, кто против нас станет, да? И кто нас может отлучить от любви Божьей? Ни скорбь, ни теснота, ни болезнь, ни голод, ни меч, ничто нас не сможет отлучить, друзья. Вот так сильно Бог любит нас, и когда не хватает наших сил, Он просто берет нас на руки и несет. И вот донес до сего место, и мы надеемся, что и дальше принесет в те свои чудесные обители. Ну, конечно, где-то нужно будет пройти и ногами, и где-то нужно будет потрудиться, оказать верность Господу, прославить Его. И как здесь апостол Павел, он стоял, давал отчет, возвещал эту евангельскую истину, и Бог сопровождал его и помогал ему в этом пути. И вы знаете, и второе место, которое я хотел бы зачитать, это послание к евреям. 4 глава, 15 стиха. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Друзья, кто-то из вас, может быть, получал какую-то помощь. Получали, да? И разнообразную помощь получали. И вы знаете, самый верный способ получить помощь, это сразу пойти на прием. Куда? К начальнику. К начальнику. Минуя все вот эти, вот знаете, там полежит бумажка, там забыли, там потеряли, там еще что-то. А сразу записаться на прием и прийти на прием и решить свой вопрос. Бывают начальники принимают по личным вопросам, да? У них для этого выделены особые дни. Друзья, нам не нужно ждать особого дня. Наш Господь готов принять нас во всякое время. Но здесь условие для нас. Мы должны приступить. Мы должны приступить к Нему. Мы должны приступить к престолу Его благодати. И как здесь написано, с дерзновением. Мы должны оставить нашу надежду на какие-то, на помощь других людей или еще что-то. Но мы должны приступать к Богу, как здесь написано. Получить от Него милость и благодать для благовременной помощи, друзья. А я думаю, благовременная помощь нам всегда необходима с вами. Слава Господу! Мы созданы так, что мы всегда в чем-то нуждаемся. Нет такой, может быть, нет такого человека, который прожил бы и сказал, Я прожил жизнь один, ни разу никому не обращался за помощью. Все делал сам, самостоятельно. И нет такого дела, которое бы мне было не по плечу. Нет такого дерева, которое я мог бы в одиночку перенести. Нет такой болезни, с которой бы я не мог справиться. Нет такого человека, друзья. Люди созданы несовершенные и в немощах, друзья. И поэтому мы всегда нуждаемся в этой помощи от Господа. И Слово Божие говорит, чтобы мы могли приступать с дерзновением к престолу благодати. Она сама к нам не придет. Нам нужно прийти и принять эту благодать. И прийти не куда-то, а в присутствие Божие. Друзья, и прийти не как попало, как это сделали два сына Аарона и были поражены. Мы сегодня, может быть, не будем поражены на этом месте. Но мы можем иметь поражение, когда выйдем отсюда. Мы можем не устоять там, не получив благовременную помощь. Мы можем там не устоять, там не оказать Богу верности, друзья. Мы будем, может быть, там поражение иметь. Но если мы придем не так, как говорит Слово Божие. А Слово Божие говорит, чтобы мы могли приступать с дерзновением к престолу благодати. Он для нас открыт. Бог готов принять каждого из нас с нашими нуждами, проблемами, различными вопросами. И ответить на каждую нужду именно сегодня в этом собрании. Вы этому верите? Слава Господу. Нужды есть? Проблемы есть, да? Ну, надо поступать. Значит, все, да, как написано. Все как написано. Будем приступать к этому престолу. Смирение, умоление наших сердец с полной верою, да? С искренним сердцем будем предстоять пред Богом и получать эту милость и благодать для благовременной помощи. Спасибо. Продолжение следует...